Добрый вечер, уважаемые посетители канала. Я вечером делаю. Очень много пришло отзывов, комментариев на мой последний видос, кто ищет тот спасется. Простые такие вещи я рассказал. И вот я хотел бы теперь оставить комментарий. На комментарии Алексея Николаева пришло 40 ответов. Давайте почитаем. Кое-что я вам еще объясню, чтобы лучше понималось. И все это дело выложим на канале. Итак, Алексей пишет. Друзья, не надо изобретать велосипед. Действительно, многотысячный опыт уже на многие вопросы, если не на все, нашел исчерпывающие ответы. Ну вот, приходят новые поколения и не хотят что-то сделать новое, отвергнув старое. И получается, что толком ничего. Вот современная медицина пришла. Опыт весь народной медицины, которая была до этого. Отвергла. И что? Стало меньше больных? Я бы не сказал. Итак, друзья, не надо изобретать велосипед. Все уже давно исследовано и проверено на практике. Вот это самое важно. Проверено на практике. Мое мнение основано, в первую очередь, на личном опыте. А это самое ценное. Личный опыт. Можно много говорить, много там писать, много рекомендовать. Но нет личного опыта. У каждого он свой. А работает ли это или не работает в том или ином случае? Итак, простуда ли, пневмония, пищевое отравление, коронавирус и так далее. Средство одно. Голод и урина. Вот почему голод и урина? Остановимся на этом. Вот эти универсальные средства. При исследовании голодания оказалось вообще-то, что когда... Не будем говорить, что вот человек голодает. Будем говорить, что вообще, если живое существо голодает, то на голоде защитные силы организма у живого существа возрастают. В некоторых случаях многократно. И радиацию выдерживает. И инфекцию выдерживает. То есть голод создает такие в организме условия, которые мобилизуют все защитные силы на то, чтобы выжить. Это важно понимать. Именно голод. Ни одно другое средство на пищевом режиме этого сделать не может. А вот только голод это делает. Укрепляет защитные силы. Он их не просто укрепляет, а он их повышает многократно. Потому что здесь уже заложено не то, что мы лечимся от того заболевания и, грубо говоря, вылечимся, а мы не вылимся. Когда человек начинает голодать, запускается вот этот древний, самый мощный механизм, направленный на то, организм должен выжить. Он уже голодает. Значит, вот этот механизм распускается и пошел, 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 пошел. Вот поэтому именно голод дали урина. Можно так сказать, ну, многие говорят, вот урина там, бяка-кака и прочее, прочее, прочее. Потому что они не знают, не понимают, сколько вообще было разного рода исследований и практик вокруг этой урины. Урина образуется из крови нашего организма, из крови кровь фильтруется через почки. Да, туда выбрасываются и шлаки, не без того. Но это жидкость самого организма, которая содержит жизненную энергию. И более того, если имеется какое-то заболевание, то идет процесс соответствующей борьбы с этим заболеванием. И вот эта вся эта информация, вот этого процесса борьбы записывается на урины. Это раз. Далее появляются частицы этого процесса. То есть, вот как там вырабатываются или делаются разного рода прививки. Какой материал берется? Материал берется, что, допустим, это должно быть какие-то убитые или ослабленные бактерии, или еще что-то. Организм это делает самостоятельно и выбрасывает это через урину. То есть, убитые, ослабленные. И когда мы с вами используем урину обратно, идет процесс самовакцинации. То есть, это первый, самый первый процесс самовакцинации. Тогда, когда об этом не знали. Его уже обкатали много тысяч лет назад. Объяснил я вам. То есть, идет за счет вот этого механизма самовакцинация организма человека. Плюс еще на голоде, сочетание на голоде, когда организм приобретает особую устойчивость. Да там такие вакцины естественные создаются, что всем этим далеко-далеко-далеко. Так, голодать до симптомов облегчения или полного выздоровления. Правильно Алексей говорит. Облегчение или полного выздоровления. Облегчение это значит температура ушла, боли исчезли. Это облегчение будет. Полное выздоровление это уже несколько иное. Тут некоторые сроки. Так, по срокам все индивидуально. В среднем достаточно от трех до семи суток. Это будет симптом облегчения. Значит, в тяжелых случаях 10-15 суток. Обычно этого времени действительно в большинстве случаев, в большинстве достаточно для того, чтобы решить действительно вопрос с простудой, пневонией, пищевым отравлением и каким-то заражением. Работает безотказно. Уж поверьте, главный настрой и преодоление брезгливости. В первую очередь в отношении урины. Урина особенно на фоне голода. Далее вот Алексей дополняет. Разжижает кровь. Это уже что касается коронавируса. Устраняет тромбы и микротромбы любой локализации. Вы видите, какое средство, которое является главной бедой при коронавирусе. И все проходит без последствий, без осложнения, которые много говорят. Пробуйте и ничего не бойтесь. Все, кто переболел короной, отмечают главный симптом отсутствия аппетита и любое отвращение к пище. И в этом нет ничего удивительного, ибо природу не обманешь. То есть сам коронавирус подсказывает нам, что нет аппетита. Есть отвращение к пище, отсутствует вкус. То есть это говорит о том, что организму не нужна еда. Он сейчас борется. Пожалуйста, ничего вот у вас нету под рукой, но вы всегда можете взять и поголодать. И урина у вас сколько хочешь. Итак, 40 ответов. Давайте кое-какие почитаем. Владимир Волга, Алексей солидарен с вами полностью. Но сейчас, когда немало бессимптомных вероносителей вокруг, да и сам может уже прихватил свежевыпущенную урину, пить нерисково налив. Вот мы думаем, что и урина заразная у нас. Нет. Оказывается, мочеполовой аппарат у нас такой, что, как правило, он еще более лучше защищен, нежели чем все остальное, чтобы предотвратить попадание инфекции через эти, так сказать, входные ворота. Все уже то, что выбрасывается или выходит из организма, уже прошло обработку нашим организмом. Поэтому навряд ли там что-то будет такое, что может заразить вас. Так, Грициан Таврический пишет средство опробованное, но при его употреблении нельзя применять никаких лекарств. Урина лучшее лекарство, лучшее создано самим организмом. Поэтому зачем нам еще какие-то лекарства нужны? Зачем? Ирина просто пишет, урин это антисептик. Это из одной ее свойств. Два дельфина. Интересные выводы. А я вам объясню механизм. Далее два дельфина сообщают. Да, и не нужно никаких лекарств. Для того, чтобы было больше уверенности, нужно очень много читать, досконально разбираться. Правдивые знания побеждают страх и ведут в нужном направлении. Нету знаний. Нету тех подлинных знаний, которые нам рассказали бы о голоде, о механизме действия урины. Нету такого. Я постарался для себя все это дело объяснить и выложить в книгах. Так, Вадим Лагрин. Он пишет, что вот АСД-2 можно использовать. АСД-2 и никакой заразы. Не буду говорить, что это там не так. Просто АСД-2 также надо знать, также надо использовать, применять и понимать механизм его действия. Алексей Николаев разъясняет дальше. Нет, не рискованно. В урине записана вся зеркальная информация о состоянии организма в том или ином состоянии. По научному это называется лечение назодами. Или, как говорят простонародные клин, вышибают клином. В экстренных случаях такой подход урина плюс голод реально действует. Все зависит от человека, от того, как он настроится. И будет это дело продолжать. Механизм заработает сам. Владимир Волга. С книгами Малаха уже давно не расстаюсь. И по назодам в курсе, по-вашему, свежей, непрокипяченной собственной урине не может быть вредоносных вирусов и бактерий. И ее можно смело принимать внутрь, как и до пандемии этой коварнейшей проголод. Я могу вам тоже много хорошего посоветовать, так как проверил многократно и насухо тоже. Два дельфина. В книгах все написано. Конечно, не опасно. Какая разница, какой вирус, какая болезнь. Это природный антисептик сам по себе. Он не может быть плохой из-за болезни. У Арнспорна описан случай выздоровления, когда человек употреблял вообще с гноем. Вот тут интересная вещь. Вообще с гноем. Опасность заключается в том, что если это будет, ну, будем говорить так, в кавычках, здоровый вирус или здоровые бактерии, которые выбрасываются вместе с мочой. Если же урина идет с гноем, что такое гной? Гной – это продукт уже переработки бактерий лимфоцитами. То есть, опять-таки, скажем, здоровые там бактерии, которые гноеродные, которые там вызывали все эти вещи. Они уже убиты и выводятся из организма в виде вот этого материала, гноя. Поэтому употребление вот этого назода, так называемого, как говорят, оказывает еще большее действие, потому что есть такой эффект, который на расстоянии действует. Брали две популяции бактерий. Оба они были здоровые, там все это жили. И вот представьте себе, одну пробирочку с этими бактериями взяли, да облучили чем-то таким вредным, что они сдохли. И во время своего умирания эти бактерии передали сигнал смерти. И в соседней пробирочке бактерии так же померли лишь из-за того, что они этот сигнал восприняли. Так что тут гной не это сам. Это не то, что вы там думаете, что это зараза. Это просто, грубо говоря, назод. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.